Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня среда, 23 сентября, предлагаю для рассмотрения золото и индекс S&P 500. Золото начало свое снижение в рамках коррекции старшего порядка, тогда как индекс S&P 500 также снизился в рамках ожидаемого сценария, но сейчас появились сигналы о том, что индекс скорее всего уже закончил свою нисходящую коррекцию и сейчас есть некоторые основания для нового роста. Итак, очередной неудачный прогноз по динамике золота вместо ожидаемого продолжения коррекционного роста получили реализацию предпоследнего сценария на снижение, который как раз и реализовался. Тем не менее, стало очевидно, что на тот момент восходящая коррекция закончилась, закрепиться над поддержкой 1945 не удалось, что вылилось в стремительное снижение с пробитием разворотного уровня на 1932. Очевидно, что фаза консолидации уже завершилась и золото определилось с направлением. Восходящая коррекция завершилась сигналом, к чему стало уверенное закрепление ниже технических уровней. Это сигнал к смене приоритета с восходящего на нисходящее. На актуальном графике на данный момент впереди продавцов ждет барьер на уровне 1865, который может оказать хорошую поддержку. К тому же технически есть вероятность некоторой восходящей коррекции, пределы которой могут лежать в районе текущего уровня сопротивления на 1914. Если это случится, то последующий отбой от этого уровня снова вернет цену к уровню 1865, а при его преодолении нисходящее движение вероятно продолжится до отметки 1813. В свою очередь, рост и закрепление выше разворотного уровня на 1932 даст сигнал на отмену текущего сценария. Сценарий на продолжение снижения по индексу S&P 500 полностью реализовался, причем динамика совпала с довольно-таки ювелирной точностью, что случается нечасто. После состоявшегося ретеста сопротивления на 3426 последовал отбой от него и котировки начали снижаться, достигнув обе обозначенные целевые точки на 3274 и 3246. После достижения целевого уровня на 3246 индекс обнаружил тут поддержку, что позволило ему оттолкнуться от него и начать восстановление. В данный момент цена торгуется в районе уровня 3310. Это наталкивает на мысли о том, что вероятно коррекционное снижение могло закончиться и сейчас может начаться новый восходящий импульс. Однако данные утверждения еще требуют подтверждения, тем не менее есть некоторые основания для смены приоритета на восходящее. На актуальном графике подтверждением намерения на рост должно стать уверенное закрепление на текущих уровнях, в идеале если состоится ретест текущего уровня поддержки расположенного на 3274, с последующим отбоем, что усилит закрепление выше. В этом случае у покупателей будет шанс развить восходящий импульс с целями в районе 3393 и потенциальным проходом до 3426. Отмена текущего сценария с переходом на сценарий с продолжением снижения состоится в случае снижения и закрепления ниже разворотного уровня на 3246. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.